здравствуйте уважаемые телезрители вы смотрите передачу интервью на восьмом канале с вами в студии ведущий я александр катенев и сегодня к нам приехал гость из столицы основатель еще советской хип-хоп группы bad balance музыкальный продюсер писатель автор стихов музыки влад валов приветствую влад привет первонаперво хотелось бы поговорить про клип фотографии которого очень много в интернете называется песня если я не ошибаюсь пусть будет так где снимали разные локации да это трек второй трек к новому альбому bad balance пусть будет так называется вот первый трек мы выпустили оставайся рил клип оставайся рил вот буквально там два-три месяца назад и он взорвал ну то есть взорвал вот именно хип-хоп аудиторию тех людей которые выросли на скажем bad balance bad альянс все кто следил уже давным-давно за хип-хопом и мы поняли что нужно делать создавать второй клип написали второй трек его пока к сожалению нельзя нигде услышать потому что мы в общем-то будем выпускать этот сингл вместе с видео клипом сразу и скажем так что на этот раз мы снимали клип прям три дня это абсолютный рекорд среди съемок всех клипов bad balance а их у нас больше пятидесяти но именно высокобюджетных клип и то что мы снимали три дня мы создавали разные локации ну то есть чтобы было больше акшена в клипе все менялось так далее там подобное здесь вы увидите играющего в баскетбол элла едущего на феррари шефа там тусу с барбекю где мы там жарим мясо в подмосковье вы увидите офис мой где я представляю картину вы увидите ну свою картину я пишу еще картины вы увидите брейк-данс на арбате ну и так далее в разные разные вещи какие-то да вот даже растобайки там элл вместе с целой бандой на растобайках это такие вот низкие велосипеды как харлей только велосипед вот но короче говоря многие вещи все стекаются в идею такую что пусть будет так чтобы было все хорошо как бы и на душе и среди друзей родных близких вот идея такая что мы несем как бы этой композиции этим видеоклипом некий позитив который обязаны просто передать нашему слушателю ты сказал что песни из нового альбома хотелось бы узнать насколько он в какой стадии находится насколько готов может быть приоткроешь сейчас все очень просто сейчас если раньше все ждали выход альбома сейчас все ждут сингл сейчас время синглов пришло скорее всего вот мы делаем видеоклип делаем сингл и третий сингл который у нас будет он тоже выйдет скорее всего с видеоклипом получается что таким образом мы можем с людьми постоянно вести диалог а если ты по старинке ну скажем выдерживаешь паузу создаешь шедевральный альбом тебя нет на рынке два-три года то за это время артиста забывать успеваю в современном быстро меняющемся мире и твой альбом набирает совсем мало процентов слушателю следовательно сейчас как я сказал время синглов поэтому именно мы бьем синглами и когда мы подойдем к тому что а вот нам не хватает скажем там трех четырех треков чтобы нам альбом закончить мы садимся быстро там все это доделываем мы выпускаем альбом сейчас вот такая стратегия наш канал отличается тем что мы освещаем и политические темы вот как раз в шестнадцатом году у вас вышел одноименный альбом политика хотелось бы узнать поскольку ты гость из москвы это поближе так сказать к событиям происходившим вот буквально недавно иван голунов арестовали журналиста также там екатеринбурге были общественные волнения из-за того на месте сквера хотели строить храм вот на фоне какая позиция у бэдбаунс по этому поводу и вот нигде по этому поводу не высказывались ну да я могу сказать что наша позиция всегда как у как была скажем 30 лет назад бэдбаунс вне политики да мы ну то есть понимаем что это все возня и то что происходит когда человек может пройти у него найдут не настоящие наркотики точнее это не его ну подкладывают в девятнадцатом году это уже тема не проходит она могла еще проходить в 90-х там начала нулевых когда был полный беспредел сейчас совсем все по-другому так невозможно сделать что касается церкви и сквера да просто нужно понимать что всю москву почему такие волнения идут всю москву вы даже не представляете просто застраивают в москве уже у нас нет места где ты можешь выйти с детьми и погулять нет не то что скверов там нет нет деревьев люди которым политика запрещает вывозить свои заработанные большие капиталы теперь за границу они вкладывают в недвижку создают большие огромные дома вы не представляете сколько в москве этих домов сейчас стоит которая которая никто не может купить позволит себе они пустующие и они очень красиво выглядят они делают красивый облик столицы но в них никто не ничего не арендует никто не живет и это сейчас следующая проблема которая раскроется через год через год а москва вся та же сейчас ездить невозможно по центру потому что идут сплошные работы ремонтные просто доедешь по дорогам сплошной ремонт почему я понимаю что у нас всего 4 месяца в стране когда можно сделать ремонт я это понимаю но нельзя делать ремонт сразу с двух сторон дороги когда ты едешь по одной полосе одна машина сюда в москве 1 сюда но это вообще то то есть вижу что власти там столицы не справляются с поставленными задачами вижу как не справляется во многом единая россия тоже также вижу как не справляются очень многие там сферы политически естественно мы не то что молчим мы как бы понимаем что эту всю возню нужно решать на более таком серьезном уровне и мы сами так скажем если мы выбрали хотя я лично там подписи за многих не ставил но коль страна выбрала значит мы достойны своего лидера как говорится или лидеров да вот и нужно с этим жить нужно говорить и обязательно нужны люди которые будут на все эти проблемы отмечать говорить сейчас очень большая проблема в москве например с парковками сейчас личный транспорт иметь невозможно представь себе что один час парковки около моего офиса стоит 280 рублей это один час да ты нигде не припаркуешься бесплатно нигде москве 280 час не уплатил 5000 час это будь здоров там целые ходят люди организации да люди ходят с фотоаппаратами моментально это все проходит даже во всех такси теперь стоят регистраторы которые за всем этим следят то есть уже никуда не спрятаться уже уже ты там ничего не можешь делать ты должен все время платить вот но очевидно как раз ты платишь на ремонтные дороги с двух сторон то есть палка двух концах и поэтому это все проблемы с этими проблемами мы боремся по-своему и будь уверен мы боремся и альбом политика тому в доказательство тот кто не слышал bad balance альбом политика послушайте там очень четко раз рассказано о том кто кто лезет в политику кто там чувствует себя как рыба в воде вот и кто такой народ и что такое государство вот все это в этом альбоме политика очень хорошо рассказано если позволишь еще один политический вопрос про украину там недавно прошли выборы выбрали нового президента как считаешь с приходом вот зеленского что-то изменится во взаимоотношении россии украины и на луганской и донецкой земли меня радует что господин зеленский это уже человек новой формации он очень сильно отличается от порошенко предыдущего их президента и следовательно он может по-другому развернуть свой курс курс политики но тут же надо сразу понимать что это человек просто ставленник коломойского который в общем то один из инициаторов войны с донбассом и на этом моменте здесь можно сказать одно что я жду когда господин зеленский сможет принимать собственные решения и не зависит от олигархов которые его поставили это будет не быстро срок я не знаю какой там у них два или четыре года но в любом случае я жду когда человек сможет свои какие-то решения проводить вот а также я отлично понимаю я уже там сравнивал что россия и украина братские два народа да это как старший и младший брат до подрались и бежать там к чуваку огромным с мышцами но в качестве как америки до к америке и украине и говорит что вот мой брат обидел даже обидел меня да ему по морде да это не очень красиво вот поэтому нам в любом случае придется рано или поздно все решать самим и сша это понимает европа это понимает и поэтому напряженная ситуация она продолжается но все зависит от первых людей да в данном случае от владимира путина и от господина зеленского вот как они сейчас выстроят вот тут ли линейку я же хочу чтобы прекратились военные действия на донбассе я хотел бы чтобы решился вопрос по крыму уже такой на мировом уровне чтобы признали чтобы там я не знаю оштрафовали решили чтобы все пожали друг другу руки и начать какие-то совместные я не знаю там продолжить точнее наши исторические совместные какие-то движения акции не знаю как это назвать короче открыть друг другу границы то что сейчас происходит это ужас конечно полный вот например в той же одессе сейчас группа bad balance проводят фестиваль но одесса считается украинским городом то есть bad balance open хип хап фестиваль мы проводим сюда в одессе причем с парнями из одессы мы будем в жюри сидеть и онлайн выбирать лучших украинских рэп исполнителей это очень смешно по одной причине потому что так как я выступал перед народом донбасса я больше не въездной в украину вот так вот и поэтому я могу только онлайн присутствовать на фестивале который назвали bad balance open хип хап фестиваль вот какая какой парадокс а люди из киева все очень ждут нас очень любят по украине ну то есть по разным городам даже во львове который на русском языке практически не разговаривает и все ждут приглашают нас на концерт и мы не можем туда выехать по этой же причине ситуация конечно смешная да но эту ситуацию нужно решать опять же на политическом высоком уровне так что так или иначе мы с политикой связаны и ну то есть я за конечно за мир без границ всегда выступал но сейчас надо что-то уже как какие-то решения принимать точно вернемся к рэп-музыке всегда считалось что рэп это музыка молодых ты наверняка если не самый старший в этой области то один из первопроходцев как удается держать себя в тонусе все эти годы так продуктивно работать снимать клипы выпускать пластинки и синглы два или три вопроса сразу у тебя но давай начнем с того что хип-хоп это музыка молодых хип-хоп создавался скажем так начал создаваться с 80-х то есть можно там найти зародыши там и в семидесятых годах там и это но давайте это все уберем и назовем хип-хоп тот который мы знаем он создавался в восьмидесятых годах вот то есть я его подхватил так случилось что еще с 86 года я начал танцевать брейк-данс ну то есть вот я его подхватил вот самый такой вот мощный всплеск волны первый и он вместе со мной и с такими людьми как я моего возраста он растет по всему миру есть и старше меня люди типа доктор дреджей зи баста раймс и айсти там ну кто угодно они чуть-чуть пораньше то есть это рожденный еще в 1960-х годах я 71 года как тупак шакур как снобдог как ребята из оникс как это самый ну очень большая большая грядка вот этого года она сделала так что рэп по-настоящему стал классикой по всему миру вот я тот же там этот момент там но весь ву-тенг да это вот мы все одного возраста и мы этот хип-хоп он вырос с нами и продолжает расти то есть мы не то чтобы там сделали до какого-то возраста и отошли отдел он вместе мы как победители до в этих соревнованиях каждый по-своему мы его продолжаем и развиваем и он вместе с нами растет то есть наш молодой хип-хоп так скажем тот предисловие да он вместе с нами растет и уже на сегодняшний день мы сейчас часто ездим по городам наблюдаем вместе с нами растет и аудитория очень приятно когда приходят люди которым там конечно же 15-16 их очень маленькое количество чуть больше тем кому 25 еще больше тем к вот наш возраст прямо 30-40 это вот самый большой возраст самый большой процент возраста такого и с тоже маленький процент скажем кому за 40 следовательно получается что это уже не совсем уж и молодая культура то есть есть конечно же рэп исполнители типа который для школьников там вещи какие-то делают но взрослый человек это слушать не будет вот мы же для молодежи всегда делали хип-хоп то есть наш хип-хоп можно слушать но он без пошлости и скажем когда там начинают поливать матом как сейчас очень модно да молодняк молодняку всегда это нравилось еще там от группы мальчишник там и так далее когда пошлости какие-то проходят и так далее ну да запретный плод это но это все временно как говорит мой коллега скажем из нью-йорка говорит а смогут ли эти рэп исполнители через 30 лет через 20 лет хотя бы исполнить вот эти треки которые они сейчас исполняют да не будет ли им стыдно да не касается тонуса но нужно сказать что у меня есть собственный свой клуб футбольный клуб под названием налетчики да мы здесь все рэп-артисты играют футбол по понедельникам у нас одна из лучших полян футбольных полян в мире в лужниках находится у нас поле номер девять мы около малой спортивной арены тренируемся также мы играем на всяких чемпионатах соревнованиях футбол и наша команда налетчики команда рэп-исполнителей сражается футбол там с другими творческими там организациями вот у нас там две недели назад был матч с англичанами там две недели на три недели назад стенты мы играли ну вот тип так и мы все время общаемся здесь бегаем тренируемся ну то есть держим себя в тонусе а по пятницам я играю в шахматы то есть мы собираемся тоже с парнями слушаем рэп-музыку играем шахматы и здесь нагрузка на мозги шахматы тоже кстати спорт вот и конечно же периодические тренировки читка с микрофоном это это все заставляет тебя действительно держать себя в тонусе и как-то но хип-хоп это вообще это вакцина молодости еще хочу сказать такую вот вещь да то вакцина молодости если ты в хип-хопе если ты все время действуешь что-то делаешь ты остаешься молодым самое главное здесь внутри и это знают уже очень многие поэтому забрасывать и говорить все я вырос из этих штанишек как только человек это сделал и лег по вечерам у дивана с бутылкой пива все он себе смертный переговор назначил поэтому нужно дергаться нужно сопротивляться нужно играть нужно эту игру не бросать поэтому каждый человек который приходит на наши концерты в возрасте я понимаю как ему сложно выйти из дома когда семья дети там и ты понимаешь что лучше я там вот эту трешку которую я могу потратить на билеты в баре просидеть я лучше принесу домой и выпью пиво опять же там перед телеком нет тот кто находит силы приходит он значит еще не сдался все остальные себе смертный переговор подписывают еще вопрос про город красноярск какой раз приезжаешь сколько раз был что ждешь вот сегодняшнего концерта какой раз приезжая в красноярск очень интересный вопрос наверно 6 то есть вот насколько я помню это была планета красноярск какие-то двухтысячные несколько раз фестиваль хип-хоп статус в центральном парке в 90-х мы точно два или три раза приезжали ну больше пяти скажем так уже да 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 и точно я даже вот что смешно приезжаю в город и не знаю был летом вот даже до такого сейчас я мечтаю себе купить карту мы сейчас новый офис открываем в москве я куплю обязательно большую карту и буду обозначать все города где я был если я был там по несколько раз я буду отмечать что был несколько раз то есть вот это все я я эту штуку хочу сделать уже очень долго никак не получается и вот я обязательно это сейчас буду делать а то что в красноярск мы приезжаем частенько это факт вот например мы были в новосибирске всего лишь первый раз как выяснилось вот несколько месяцев назад но мне понравилась очень публика очень классная публика мне новосибирск очень понравился был аншлаг такой и мы обязательно будем еще в новосибирск приезжать вот а что касается красноярска и вообще всего края я хочу сказать что здесь много талантливых исполнителей некоторые из них даже у нас на лейбле 100 про выходили и я горжусь тем что в красноярске мы смогли сделать настоящий рэп настоящий хип-хоп хочу сказать что при уже там например пятый или шестой раз я к вам сюда приезжаю здесь всегда добрые отзывчивые люди мне все это нравится и хочу сказать что я буду делать все чтобы хип-хоп в красноярском крае жил ну что ж на этой положительной и доброй ноте мы заканчиваем интервью на восьмом канале с вами был александр катенев а в гостях у восьмого канала был влад валов спасибо за приятную беседу всего добра